МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. У Рогачёве раки Днепра и Друть вышли с пирогов и подтопили коля 30 подворков. У Гомеля прошла презентация допоможной техники для неведущих людей. Толиновитую молодь региона сегодня собрала концерт фестивалю арт-вакации. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Гомель развивает по-братимски и партнерские совести с 17 городами и районами России. Наш областный центр активно сопрацовничает с муниципалитетами городов-партнеров, ожидая совместные проекты по разных направлениях. Днешний гандлёвый оборот за минулый год повеличился больше на 6%. Гомельчане поставляют в Россию молоко и молочные продукты, машины и механизмы, приборы и прилады, химичную продукцию. При этом на регионы по-братимы России припадает больше, как 74% от догольного объема экспорта в эту страну. Основная частка товаров, 36%, экспортуется в Москву и Московскую область. Еще больше за 20% товаров идут в Бранскую область. В Рогачеве реки Днепр и Друть вышли из берагов и подтопили, когда 30 подворков. Хоть для местных жихаров, по их словам, это худшие плюсы, чем незручность. Весна у Беларуси означилась не только разливом, а и температурными рекордами. У многих районов краины были перевышены абсолютные максимумы. Подробязности в наступном материале. Жихары Рогачева расповедают, когда Друть поводит себе, как господиня, перв за все она з'является в огороде. Великая вода тут не редкость. Тому и лодки, и гумовые боты во всех на паготове. Хоть признаются местовые жихары плюс от такого суседства, так само есть. По воде мы соскучились, потому что когда была вода, тогда очень хорошо, урожай отличный. Вот такая была картошка, такая морква просла. Нет воды уже не так растет на огороде. Вода вот побудет, совсем другая будет и России. И воде спасибо. Зараз у Рогачевским районе потоплено примерно три десятки подворков. Люди, які живут в прибережной зоне, мониторить узровень воды уже давно научились. Некольки дзен он неазменный. Робят замеры и выратовальники. Узровень, при яким вода выходит на пойму, примерно 270 сантиметров. Зараз он уже выше за 300. Гэта еще не поводка, кажут специалисты. Але усе готовые до любого развития падей. Следим вместе с облгидрометом за всеми уровнями воды. Ежедневно мониторим, ездим по всем подворям. Смотрим, с людьми общаемся. Уже схема отработана по алгоритму прошлых лет. Все, работаем. Случаи, если необходимо, места для отселения подготовлены. Початок красавика, як сяредина мая. На двор я селета принесла немало сюрпризов. Другого красавика – новые температурные рекорды, установленные во всех областных центрах и столице. Дякуючи раннему солнцу ставят рекорды и аграры. У Гомельском регионе уже скончилися обу ранних яровых. Мы вошли даже раньше, чем в том году посевную, и в почве влага есть. Была зима намного более снежная, чем в прошлом году, и условия отличаются. Думаю, и оружие мы получим. Синоптики означают, солнцу и теплу на геном тидне засталося радоваться неодолго. Завтрешнего дня у регионе прогнозуются дожжи, а у особных районах – на больнице. В Ольга Коновалова, В Ольга Халадович, телерадиокампания «Гомель» Припатрымцы, агентство «Теленовин». У Гомеле прошла презентация сродков, які дозволяют слепым больше эффективно ориентоваться на улицах городов и отримливать доступ до информации в интернете. Их выкористание повинно допомогти людям с обмежованными махчимостями не только больше комфортно отчувать себе в громадстве, але и конкурировать на рынку працы. Презентацию наведал Олег Сентяров. Коли у вас дрейный зрок, вы спробуйте пройти без окуляров метров сто. Коли у вас зрок добрый, просто заплюшите в очи и пройдите теж сто метров. Напевно, будет не просто. Меж тем, есть шмат людей, які идуть у тембры. Усё же цё. Унитарное предприятие «Светлотехника» сегодня один на Гомичине. Есть творные умовы для працы людей, які не бачить увогу, литимают вельми дрейный зрок. За уликами Мазевского филияру зараз нами прасуюсь ковяд 200 человек с обмежованными махчимостями. Владимир Чаровухин – слесар. Под час приезду с дымышной группы он займался сборкой комплектов для садового инвентара. Дзённая норма – больше 800 деталей, при том, что у Владимир их просто не бачить. Правда, на умовы працы он не скаржится и больше рассказывает про то, что, дякуючи новым техничным достигнением, теперь отчувает себя на улице, куда больше упыльнена, чем ранее. Когда я иду до улицы, например, то мне зручнее джетер. Он говорит, в той же, в какой улице я иду, что там будет наперед, там какая улица. Там выйдет до улицы Кирова, у Керунку улица Комсомольска, яка иди направо, то есть повернен направо, так. До поворота там 125 кроков. Так, зручно, вельми зручно. Хоть недосконалость сучастных техничных сродков твой уплыв все ж таки оказывает. Той же навигатор, например, в инший раз элементарно не працуе. Шмат зовах у слепых людей и до сродков массовой информации. Вельми же, кажуть, сучастные новины, перегружены разностальными таблицами и графиками. По этой причине шматые ке-сайты вельми складаны для успеемания. Нынешний интернет насыщен всякими графическими элементами, которые говорящей программой воспринимаются достаточно плохо. И там надо очень хорошо визуализировать информацию, то есть, чтобы незрячий человек или плоховидящий не запутался при использовании всяких этих многочисленных элементов, поскольку на сайте их может быть по 50, по 70, по 100 штук. Специальные годинники, которые подскажут час голосом, все допомогут вызначить его на воплывцах. Портативные плееры, которые не просто позволяют слушать передачу в разных форматах, а также и утримливают GPS-навигатор. Сегодня техничные новинки все больше активно выкорастовываются в штуденном житте. Для слепых людей это не только махчемость больше комфортно отчувать себя в громадстве, а и конкурировать на рынку працы. Цель проекта – дать не первичные навыки реабилитации, а помочь людям, которые уже имеют элементарные навыки, уже достаточно реабилитированные, помочь им приобрести дополнительные профессиональные навыки с выходом на активную трудовую деятельность, чтобы люди могли либо устроиться при помощи в том числе нас к любому из нанимателей по своей специальности либо открыли свое дело. Олег Центеров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». На пляцовце перед Гомельским медицинским колледжем 7-го красавика з'явится «Территория здоровья». З нагодой с усветного дня здоровья гомельчанам пропануют вымирать артериальный тиск и вызнажить индекс массы тела. Медицинские специалисты проведут консультации по здоровым ладзе життя. «Территория здоровья» пошли работу в 10.30 в пятницу 7-го красавика. Сегодня в Гомеле проходит галоконцерт областного этапа Республиканского фестиваля «Толиновитой молоди» арт-вокации. В творчем марафоне суперничали больше 700 удельников из установ профессийно-техничной и середней специальной аддукации. На конкурсе яны представили не только вокальные хореографичные номеры, а и работы по сучасной навуковой творчести, постановке и проекты. Республиканская комиссия проведет отбор лепших номеров для удела в финале, який отбудется празд месяц у молодежна. При определении победителя абсолютного вручается гран-при, который остается навечно. Он не является переходящим, переходящей наградой. И вот по результатам прошлого конкурса Гомельская область имеет самую высшую награду гран-при арт-вокации на учреждение средне-специального и праздне-технического образования. Сегодня на телеканале Беларусь 4 ведущие гости программы Добрый вечер, Гомель расскажут, как Гомельшин рыхтуется до Международного гитарного фестиваля. Кто они, сучасные гитаристы, что вплывая на развитие гитарной музыки, где и как у Гомеля выбрать добрый инструмент. Гуки гитары, знакомитые музыканты, импровизация от Игора Шошина и майстер-класса от Васаби Джаз-бэнда упрямуем эфиры. Глядите программу Добрый вечер, Гомель. Сегодня у 20.40 на телеканале Беларусь 4. У Гомеля отбылся финал интеллектуальной гульни, что декались арод пионерских дружин. Перед областным финалом каждый удельник пройшел синхронный районный отбор. У им приняли удел больше, как 3000 пионеров Гомельшины. Интеллектуальный турнир – уникальное мероприемство областной пионерской организации, которое что год проходит под новой тематикой. На переде 95-й годе пионерской организации гульцы отказывали на пытания об пионерском руху, его истории, традициях, подеях и сучастностях. Особный блок пытания был просвечен году науки. По выниках турниру сярод 25-й команд за всей Гомельской области. Перамогу отримала сборная Мазырского района. Мы относительно молодая команда. Мы буквально с этого года начали участвовать. Ездили зимой в Забрёнок, участвовали в Стальном Забре и только ещё на турнир в Светлогорске ездили. У нас было не так много времени, буквально три дня нам сообщили тему турнира и мы начали оперативно готовиться. Гэта иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее в эфиры спарты у нагляд с новинами спорту вас познайомить Максим Савин 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 Продолжение следует...